Всем привет, друзья! Меня зовут Ницхи, и сегодня я расскажу про топ-10 самых глубоких станций в Петербургском метрополитене. Ну что ж, усаживайтесь подо мне, доливайте чаёк, берите печеньки, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь тут будет выходить много интересного. Мы начинаем приятного просмотра! На 10 месте расположилась станция Пионерская. Если что, если будут станции с одинаковой глубиной, то я просто их решила расположить. Ладно, перейдём к Пионерской. Она была открыта в 1982 году на пусковом участке Петроградская Удельная. Находится между станциями Удельная и Чёрная речь. Станция закрывалась на реконструкцию летом. Ну ладно, перейдём к другой теме, что станция Односвочная, глубина в 67 метров, и она должна была иметь другое название, а именно Лебоготорский проспект, Лебоготорский проспект. испытателей либо вроде поспект коломяк коломярский проспект перепутал и в эти станции располагалась первая метрополитене ну то может не первое но располагалась баня так что так ну и в ней можно было попариться там и это стало первой станции в ждановском ныне приморском районе города эти камушки он начал только застраиваться а в центр не был касты их и поэтому была построена станция метро пионерская и она была загружена здесь пока не построили станция старая деревня и комендантский проспект путевые стены сделаны из плитки охотина 2 москавско-петроградской метрополитена и названа в честь пионерии так что такая вот необычная станция метрополитена ну пока что посмотрите на станцию а если вспомнить будет интересный факт то давай расскажем и а вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и мы отправляемся на следующую станцию в нашем топе, то есть на девятое место, но хотя она одинаковая глубина, с такой же глубины, как и в Венгельской. Осторожно, двери закрываются. И на ней есть немножечко необычный для меня люстр, он может быть это только для меня. Мы подъехаем на станцию и сейчас уходим. Звание я получила по одноименному реке. Выход идет к набережной Черной речки. И здесь стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину, по одноименному реке была дуэль. И еще рассказать то, что у него правда необычные люстры. И находится на втором Московской Петровратской линии метрополитена. Вроде все. Пока что я факту уже не знаю, пока еще не вспомнил, пока что не включусь. Опка, смотрите, станцию метрополита. Продолжение следует... 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 осторожная следующая станция проспект большевиков станция 68 метров находится на бережной или как в этом ладонзе лахтинской правобережной линии открыта в 1985 году как правобережная линия находится между ладожской улицей дебинка пусковом участке площадь лександриньевского 2 поспект большевиков и мы уходим со станции видим что она односочная и мненность когда я сейчас на нее посмотрел она не напоминает станцию политехническая своим освещением и сфор ну с вот и освещение короче похоже станция названа по одним именным проспекту который сюда приходит но ух ты не ближе к улице клантай и проспекту пяти леток далеко от него то есть через дорогу как раз где он находится и когда здесь проходят проходил точнее была елка двадцать седьмого года есть тогда еще заснет владимирского но не получилось не приехать и пошли бы очень огромная толпа просто огромное но почему-то станции не ходит самая загруженная станция метрополитена метрополитена и вот так такая вот станция там нас располагается вроде как щерпа молот да если что введение мое и не упрал я просто взял для того чтобы вам показать потому что сам к сожалению еще раз грузная станция бывает не удалось но идея мне пришла позже вот так ну что ж смотрите станцию а я ну не буду вам мешать и не кстати один выход город я думаю вот так вот так вот так вот так Продолжение следует... 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 Осторожно! Продолжение следует... 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 Осторожно. Дверь не закрывается. Следующая станция вторая дверь. Осторожно. Осторожно. Ну и первое место всеми известным занимает станция Адмирал Тиньска почти в самом центре города. Открыто в 2011 году, хотя сам участок был открыт еще в 1997 году. Проблема в том, что на станции из-за расположения дома невозможно было сделать. Из-за этого пришлось снащить дом, который стоял на Керопичной пейлоке. Поводить там в Вестибюр и выстраивать дом обратно. И там, в этом же доме теперь располагается Тицца Адмирал. Кстати, советую жителей и посмотреть на пейлокскую кухонную макетку Санкт-Петербурга, который был раньше. Но не об этом суть. В конце станции в торце есть. Станция у нас в одно с Петром Первым. Станция названа через Адмиралтейство, но и недалеко в Адмиралтейском проспекту. И у нее два эскалатора. Вон он потратил три минуты в жизни, чтобы подняться с этой станции на роль. Станция колонны, трехсвольчатая. Соответственно, глубокого заложения. Но, к сожалению, она не попала в топ-10 самых красивых станций у меня на канале, потому что вы за ней не голосовали. Ну, сами виноваты. Ну, на той же номерной, в сторону других станций, в сторону Комендантского. Следующая станция двухъяростная спортивная. Ну, может быть, мы сочетались необычные станции петербургского метро Петель. Кстати, можно сказать. То есть была красивая, глубокая краска Адмиралтейская, спортивная. Ну, я еще обдумал. Короче, мы с вами находимся у пути в сторону Комендантского. Вот она здесь. Да, автор канала не дает посмотреть на то, что изображено там, потому что там светло. Ну, хорошая станция, мне нравится. Когда она меня спустился в первый раз, то... Ну, спускался много раз, то мне нравилось. И, кстати, там... Тут написано, что там адмиралтейская, там есть корабль. Вот, вы видите. И тут мы среклами, ладно, можете смотреть на станцию. Мороскоз подходит к концу. Все. Мороскоз. Мороскоз. И. Ну, на улице. Лежа. Лежа. И. На улице. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Hello, I'm Sip